Бисмиллахи ррахману ррахиму, альхамду лиллах, ассалату ассаламу аля Расулиллах и аля алихи и ассабих аджма'ин амма ба'ад. Продолжим наш разговор про переходные и непереходные глаголы, аля аф'алил мута'аддияту аль лазимату. Мы разбирали эту тему, используя для этого книгу Тасрифу аль-Азии, рахима Аллах. Мы остановились на словах автора ваби харфы л-джарьи, а также посредством доволения харфу жарь, предлог родителю паджа. То есть, у ту'аддиихи ты сделаешь непереходный глагол переходным, фитсуляси иль муджаради в трехбуквном переобразном глаголе, то есть глагол без добавления, битада'и фил айни, путем удвоения второй корневой буквы, то есть преобразованием его в породу фа'аля. Убил хамзити, а также путем добавления буквы хамза в начале этого непереходного глагола. Иначе говоря, преобразованием, переносом этого непереходного глагола в породу аф'аля. Как мы сказали, указаны две причины переходности, а именно удвоение второй корневой буквы и добавление хамза в начале. Эти две причины применимы только по отношению к трёхбуквному глаголу, без добавления «асуляциюль муджаруду», и не применяются в отношении глаголов, в котором более трёх букв. То есть не применяются в четырёх, пяти и шестебуквных глаголах. Каковлика, как твои слова, подобно твоим словам. То есть примером непереходного глагола, который посредством этих двух причин становится переходом, могут быть твои слова, например, «фаррахту зейдан», «я обрадовал зейда», «ваджлясту», «я усадил», «посадил его». Дальше автор говорит, «оби харфу л-джарди», «также ты сделаешь непереходный глагол переходным путём добавления предлога родительного падежа», «харфу л-джарди». «филь кулли», «филь кулли» во всех глаголах, то есть во всех непереходных глаголах. То есть будет это трёхбуквный глагол или четырёхбуквный глагол, первообразный глагол или глагол с добавлением. То есть посредством этой причины переходности мы можем сделать переходным как трёхбуквный непереходный глагол, как «дэхва», например, так и глагол, в котором более трёх букв, как пятибуквный непереходный глагол «инталока», например. То есть в этой причине нет такого ограничения, как в первых двух причинах – удвоение второй корневой буквы и добавление хамза в начале. Поэтому-то автор книги сказал «филь кулли» во всех глаголах. То есть данная причина переходности, я имею в виду добавление харфульджар, предлога родительного падежа, не имеет ограничения трёхбуквным глаголам. Вот поэтому-то автор и привёл дальше два примера для непереходного глагола, ставящего переходным путём добавления харфульджар, предлога родительного падежа. Один пример для трёхбуквного глагола, а именно «захба», а второй для глаголов, в котором более трёх букв, а именно пять букв. Это здесь глагол «инталока». Автор говорит «наху», например «дхебту бизайден» – «я отправил зейда», он талактуби. Таким же значением, то есть «я отправил его». «Дхебтубизайден» в значении «дхебту зейден» – «я отправил зейда», или заставил его уйти. То есть «сойертугу захибан», «джаальтугу захибан». Или в значении «дхебту маа зейдун», «я ушёл зейдом», или «увел зейдом», как приводится в книгах. Так некоторые сказали, что харфу джарба в этом случае будет всегда обозначать значение маа, то есть с, вместе с. Но это неправильно. Так как смысл глагола при добавлении харфу джарба, предлога родительного падежа, бывает таким же, как и в случае с двумя упомянутыми причинами переходности, а именно удвоение второй корневой буквы и добавление хамзы. Так, например, смысл части а это «Захаб Аллаху бину рихим». Аллах лечил их света, то есть унес их свет. Это то же самое, что и «Азхаб Аллаху нурагам». В итоге у нас получается, если привести иное деление для этих трёх причин переходности, а именно «Зиядут аль-хамзити» и «Зиядут аль-хамзити» и «Зиядут аль-хамзити» и «Зиядут харфу джари» все эти три причины уподробляются в трёх буквном глаголе, в то время как в глаголе, который состоит из более чем трёх букв, применима только одна причина. Это добавление харфу джари, предлога родительного падежа. Приведём некоторые примеры. «Я прошёл мимо Зайда». Так глагол «марра» в основе. «Лязмин» – непереходный глагол, который при помощи харфа «ба» стал переходным. Так арабы не говорят, например, обычно они не говорят «марарту зейдан». Так в Коране мы читаем, например, «Марра аля кориятин» – «проходил мимо селения». Здесь уподроблён харфу джар аля – предлог родительного падежа, который здесь пришёл в значении «ба». Так же как в айте, например, «вайза марру бихим ята гамазун» – «когда они», то есть неверующие, «проходят мимо них», то есть верующих и т.д. Значит, «ба» и «аля» здесь выражают одно и то же значение, как приводится в другом месте, например, «тамарруна алейхим» – «вы проходите мимо них». Другой пример. «Я поднялся на гору». «Я пошёл на рынок». «Я ходил навестить Зейда». «Аллах был доволен ими». «Я сидел в мечети». «Они издевались над ними, смеялись над ним» и т.д. «Аллаху а'лам».